а как вы думаете как работают в этих компаниях возможность сделать допуск члену семьи к личному кабинету вот этих компаний. У них есть такая возможность или нет? Я понимаю, к чему вы ведете? Нет, законодательно не может быть. Здесь все зашито, ключевой личный кабинет. Поэтому здесь вот эти вот действия, которые можно... Во-первых, я, конечно, понимаю ситуацию с родителями. И, безусловно, здесь проблематика есть. Чтобы сразу попунктно разобраться, личный кабинет, конечно, ни по какой доверенности доверенному лицу, принадлежащему другому человеку, поставить нельзя. В какие бы степени родства между нами не были, и доверенность это не предусматривает. Поэтому я предполагаю, что когда вы пытались установить личный кабинет, как раз с Болой был заблокирован у папы, скорее всего, потому что, к сожалению, такие действия со стороны недружественных нам контор есть, которые располагаются в известных государствах, и здесь в интересах клиента мы блокируем. Установить его не будет представляться никакой возможности, потому что это противоречит всем нормативам. Ну, точно так же, как мой муж, предположим, не может поставить себе дубль личного кабинета моего кабинета госуслуг или ФНС. А здесь то же самое. То есть, чтобы мы сразу вот эту возможность с вами отняли, здесь ничего не можем сделать, ни технически, ни нормативно, даже если бы норматив позволял, технически это будет сделать невозможно. Вот с личным кабинетом понятно? Слово «личный кабинет» и «личное пользование» – это не одно и то же. Это, на ваш взгляд, на мой кабинет. Любой отказ, в данном случае даже о том, что вы сейчас сказали, должен чем-то быть обоснован. То есть должна быть ссылка на соответствующий закон, статью, где конкретно будет прописано. Некорректно сравнивать личный кабинет налогоплательщика, личный кабинет госуслуг, потому что наверняка там есть отдельное законодательство, я не хочу это все вместе смешивать, это разные вопросы. Я же говорю, что я только за. Если вы мне покажете норму права, которая говорит о том, что это не может делать по доверности, это ваш клиент совершает определенные действия. Это не третьи лица. В соответствии с 262-ми положениями по проведению, соответственно, переводов денежных средств, кредитная организация разрабатывает порядок проведения и оказания соответствующих услуг и соответствующих операций. В частности, ту услугу, которую вы хотите получить, она называется «Звербанк и автоплатеж». То есть это оформление, это услуга по исполнению вашего распоряжения, распоряжения клиента, владельца счета, на периодический перевод денежных средств с его счета банковской карты в пользу соответствующих поставщиков услуг. Условия получения этой услуги, порядок ее подключения, они подробно расписаны как раз в этих условиях, которые размещены в Сбербанке на сайте Сбербанка. Соответственно, если у вас нет возможности доступа к сайту Сбербанка, то мы готовы распечатать вам еще раз эти условия и приложить к своему ответу. В соответствии с этими условиями эта услуга может быть подключена исключительно клиентам банка. Клиентом у нас является держатель карты, фактически. То есть это у нас Владимир Дмитриевич, лицо, на которое оформлена данная банковская карта. Доверенное лицо не имеет права в соответствии с этими положениями подключить это длительное поручение, фактически на это распоряжение дать, на списание периодических платежей. Соответственно, поэтому банк вам и отказывает как доверенному лицу оформить данное распоряжение, поскольку готовы мы его принять исключительно от клиента банка, а именно от Мамаева Владимира Дмитриевича. Если он, соответственно, обратится в любое отделение Сбербанка с паспортом, с документом, удостоверяющим личность, такая услуга ему будет оказана в соответствии с теми условиями, которые утверждены Сбербанком. Поскольку мы состоим в договорных отношениях, то Мамаев Владимир Дмитриевич является нашим клиентом, является на его имя открыт счет банковской карты, ему выпущена карта. Те порядок и условия использования этой карты, они также определены договором между нами и им, в том числе памяткой. И я хочу вам сказать, что по памятке господин Мамаев Владимир Дмитриевич не имеет права передавать вам свою банковскую карту. Это зафиксировано в памятке, с которой он ознакомился при заключении договора и при получении этой банковской карты. Соответственно, карта является собственностью банка, и передавать ее каким-то третьим лицам он просто не имеет права в силу заключенного договора. Я, наверное, третий раз повторю, из вашего ответа я не услышал ни одной нормы права. То, что вы говорите про какие-то там правила, памятки, инструкции, там еще что-то, это дело не пришьешь. Норма права. Норма права, гражданский кодекс, который отсылает нас, который отсылает нас, соответственно, к положению, утвержденным в ЦБ, которые, в свою очередь, отсылают нас к тем правилам и инструкциям, которые утверждаются кредитной организацией. Если мы ссылаемся на гражданский кодекс, мы должны конкретно ссылаться на ту статью, где это сказано. Я не третье лицо. Не важно, родственник я, не родственник. Я могу быть вообще абсолютно чужим человеком. Просто так совпало, что на данный момент это мой отец. Не так. Вы трактуете так, как удобно вам. Мы трактуем так, как указано в наших нормативных документах, которые строятся на положениях Центрального банка. И так как мы трактовать, я насколько понимаю, будем их по-разному, в любом случае, мы говорим на конкретном примере, карту вам папа не имел права передавать, так прописано в наших правилах, и они согласованы, утверждены регулятором. Значит, есть один цивилизованный способ, и я ничего не вижу в этом такого экстремально негативного, решать все свои вопросы несоответствия прочтения тех или иных нормативных актов через СОП. Вы говорите, что у нас какие-то разногласия есть по каких-то трактованиям каких-то норм, которые вы сейчас ни одну норму не привели. Понимаете? Ни одну норму. Я привожу то, на чем работает Сбербанк на своих внутренних нормативных документах. Так, это, знаете, потому что потому называется. Вы мне конкретную норму прав. У меня сейчас речь вообще стоит не о том, что мне надо что-то доказывать. Есть определенные очевидные вещи. Это называется с вашей стороны самоуправство. Ни у меня, ни у моих сотрудников нет цели в чем-то отказать. Вот есть одна задача клиенту помочь. Но есть определенные нормы, через которые мы тоже перешагнуть не можем. Мы пытаемся по-человечески вам это объяснить. При том, что у вас есть альтернативная возможность, не нарушая ничего, и используя те нормативные документы, те правовые документы, которые у вас на руках есть, снимать с этого счета принадлежащего вашему папе денежные средства и платить эти платежи. Другой вопрос, что это ваша личная явка каждый раз, это время. Я понимаю, что это тоже не совсем удобно, но альтернатива есть. Слава Богу, пока, пока не отказывают в выдаче деньги. Но я не вижу разницы между отказом выдать деньги и совершить перевод этих денег. Я не вижу разницы. Эти вот все правила и нормы, ограничения определенные, но при этом имеются альтернативы и как для самого клиента, так и для его официального представителя, они направлены исключительно только вот в этой части, которая более, наверное, защищенная, на сохранение интересов самого клиента. И по-другому пока не будет. На данный момент, но это вы так трактуете. Я трактую иначе. Я трактую так, что на данный момент вы действуете не в интересах клиента. Потому что клиент говорит, прямо говорит в моем лице, что он в этом не заинтересован. Он все сделал. Понимаете? Вот доводить дело до суда, это уже последнее дело. В суде легко докажу, показав видеозапись о том, что мне отказывают совершить единовременный перевод денег. Ну, видеозапись у нас в суде доказательства, насколько я понимаю, не является, во-первых. Во-вторых, разрешение Елена Александровна вам на съемку себя не давала. Это ее проблема. Ну, эта проблема будет выражена во встречном иске. И мы ее... Да, ну я не боюсь встречных исков, поверьте. Вы тоже. Просто вы поймите, что в данном случае у вас открыт необычный какой-то текущий сберегательный иной счет. Это счет, который подтверждается распоряжениями электронным средствам платежа. Это банковская карта. Тут есть определенные особенности. Вы их не хотите никак понять, эти особенности. Да мне не надо ничего понимать, Константин. Откройте обычный счет. Есть гражданский кодекс. Там нету каких-то особенностей. Там написано конкретно, что я, либо ваш клиент, имеет право совершать определенные действия. А мы к клиенту не отказывали. К нам клиент не обращался. А кому вы отказываете? Вы отказываете клиенту. К вам клиент обращается на основание... К вам обращается доверенное лицо клиента. ...доверенности. Да. Это клиент обращается, потому что в гражданском кодексе даже целый раздел этому посвящен. Представительству. Я его представитель. Я не третье лицо, понимаете? Мы вам объясняем, что условия предоставления этой услуги предполагают наличие клиента... Вы мне на данный момент только объясняете. Я в объяснениях не нуждаюсь. Вот если бы вы мне просто, как я с самого начала начал и несколько раз повторял, сослались на конкретную норму права. Под норму права подразумевается федеральный закон, потому что в правах я могу быть ограничен, либо мой доверитель, только федеральным законом. Когда человек приходит куда-либо, ему говорят, вам это не положено, мы вам это запрещаем, вот это можно делать. Я не закончил разговор. Это происходит на основании конкретных норм права, понимаете? А не внутренних правил. Упражняться сейчас в красноречии, как бы времени не... А мне не надо упражняться. Я вашу позицию уже услышал. Да, вы высказали свою. Мы так понимаем, что разговор уже как бы... Я тоже это понял. Поэтому, как бы, стороны высказались, поэтому готовый ответ мы вам направим или передадим, как вам удобно. Ирина, сделайте, пожалуйста, Владимира Владимировича, чтобы не было отсылок на сайт, где расположены все эти правила и условия, а они были предоставлены в самом ответе. Если у вас... Ну, и этот ответ в таком расширенном формате не будет устраивать, ну, тогда я здесь согласна, это абсолютно нормальная, сервизованная норма выяснить договоренности, кто что не исполняет, и кто как читает и трактует те или иные акты. А можно узнать, ну, как полностью ваше имя, отчество, фамилия? Колесниченко Ирина Лариона. Должность ваша какая? Заместитель управляющего. Заместитель управляющего. То есть вы второй человек, да? Да. В отделении. Я, знаете, тоже для записи. Люди могут быть разными, но порядочность и культуру никто не отменял. Согласен. То, что я периодически вижу и слышу, ну, никак к этим двум критериям. к ним отнести нельзя. Но это, как вы говорите, это мое личное мнение. Согласен. Я могу с вами согласиться в этом. Где-то вас не красит. Где-то, ну, это давайте мое личное, скажем так. Это мое личное мнение. Да, это ваше личное, я как бы против не имею. Я даже отчасти с вами согласен, потому что какие-то поступки я совершаю умышленно именно так, а не как иначе, чтобы спровоцировать, в том числе и, там, допустим, вашего работника, и, может быть, сейчас вас спровоцировать. Ну, и меня не спровоцировать. Ну, у меня сейчас такой цели нет. Да, даже если... Все, что нужно, я как бы уже получил. Мне этого достаточно. Вы понимаете, вынужден провоцировать на то, чтобы, там, не знаю, в моих действиях увидели, там, какие-то нехорошие вещи, вызвали сотрудников полиции, потому что полиция почему-то меня избегает. Спасибо большое за внимание. Спасибо вам, пожалуйста, что наше время. Попубликовать побыстрее для вас. Я вам перезвоню тогда. Хорошо. Завтра-послезавтра я весь готов. Инга, проводите, пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.